Хей-хей-хей, всем привет, друзья, с вами Чинаска и у меня для вас новый хэппи-рум. Вы можете, знаете, календарь сверять по выходам хэппи-рум, потому что у нас сегодня среда, выходит хэппи-рум, потому что вы набрали 1000 лайков на предыдущей серии, с чем вас и поздравляю, мои дорогие друзья, очень этому рад. Ну что ж, давайте тогда не будем откладывать, в принципе, дело в долгий ящик, сразу же озвучу рамки для выхода новой серии. Это произойдет на следующей неделе, в среду, если будет достаточное количество заданий от вас интересненьких, потому что сегодня интересные задания будут. И, конечно же, конечно же, 1000 лайков, 1000 лайков и выходит новый хэппи-рум. А сейчас давайте начнем. Первое задание у меня от постоянного подписчика, постоянно дает новые задания, постоянно смотрит меня. GameT, задание «Вход в атмосферу». Вот, я на самом деле читал, я не сразу понял. Справа поставь пираний, а за ними посередине портал. Перед пираниями поставь два пулемета снизу и два сверху. Посередине комнаты поставь две Теслы. Слева поставь две нулевые гравитации и черную дыру с ледяными пушками. И еще две большие ракеты. На левой стене сверху портал. И слева посередине луч смерти. Можно поставить пружины и можно посередине комната мины на свободном месте. Задание заранее спасибо. Надеюсь, тебе и всем зрителям понравится. Ну, зрители оценивайте, оценивайте. Я вижу, что вы поставили много лайков. Как вы знаете, если на задании стоит 15 лайков, я его выполняю. Ну что ж, давайте попробуем. Наверное, это будет сегодня единственное задание, которое я сделаю за эфиром. Потому что оно реально сложно. Давайте я сейчас подготовлю его и вам покажу уже готовое. Погнали. Ну что, ребят. На самом деле, вроде бы как выглядит это примерно так. Давайте все сверим. Так, справа пираний есть. Посередине портал есть. Перед пираниями два пулемета снизу и сверху. Посередине комнаты две Теслы. Слева нулевые гравитации две штуки. Чёрную дыру. Две большие ракеты. Ла-ла-ла-ла-ла. Вроде бы все нормально. Погнали, посмотрим. Я думаю, что мины по центру вообще неплохо урона нанесут. Ну а дальше поглядим. Поехали. Да, да. Вот что я хочу видеть, когда играю в хэппи рум. Именно вот это. Смотрите. Реально неплохо получается. Пружины тоже помогают. Ледяные пушки наносят необходимый урон. Единственное, что луч смерти. Не знаю, получится или нет всё-таки в него попасть. Смотрите, смотрите, как он за это залетел в портал. Неплохо, ребят. Неплохо. Экшен-то присутствует. Самое главное. Смотрите, вот здесь вообще от Теслы остаются такие забавные очертания. Так, ладно, поехали. Эй. Так, провалился. Всё. Наносится дальше урон. Хорошо, что он на десяточке не остановился. Потому что на это как бы довольно мало, если будем уж честно говорить. Так, так. Грызут, грызут. Смотрите. Смотрите, что делают пираньи. Чуть в портал его не вытащили. Оп. Есть. Жесть. Вот это было реально жёстко. И пираньи остались. Смотрите, грызут нашего подопытного. Ох. Вот это было реально жёсткое задание. Мне понравилось. Не знаю, как вам. Если понравилось, так же поставьте лайк. Оцените. Ну, а мы едем дальше. Итак, дальше задание от поддержкин-код. Задание зайчик. Поставь везде пружины на полу, на стенах и на потолке. И монстриков для тусы. Ну, в принципе, что-то подобное мы уже делали. Давайте повторим это. Мне, в принципе, не сложно. Если вы это оценили в 47 лайков, значит, вам это интересно. Поэтому я с удовольствием покажу. Так. Ну, давайте, наверное, как-нибудь вот так вот мы сразу сделаем. А здесь будем делать именно боковые. Значит, влево. 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 Ну, ещё один влево давайте. Это стандартная схема. Мы по ней работаем, знаете, уже с самых первых выпусков по Хэппи Рум. У нас их достаточно много. И, в принципе, кто давно смотрит, тот помнит. Так. И здесь нам нужно сделать абсолютно зеркальное. Вот здесь влево, 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 влево. И теперь вправо. Вроде как так это должно работать. И заодно давайте монстров я поставлю уже тоже без записи, чтобы вас как-то не загружать лишней информацией. Я думаю, что вам будет интересно посмотреть уже готовый результат. Сюда поместится ещё одно. Ну, давайте чуть-чуть ниже спустим. Видите, даже вот такие вот конструкторские моменты. Это важно. Так, ну что, ребят. Расставлю монстров и вернусь. Stay tuned. Ребят, примерно вот так это выглядит. В принципе, я думаю, что монстры нанесут какой-то урон. Хотя, ну, они на нас-то очень мало. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим, а там уже решим. Поехали. Я думаю, я сразу поставлю на ускорение, чтобы это выглядело ещё мощнее. Смотрите. Монстры, в принципе, прыгают по своей схеме, как и раньше. То есть, у них вот такая вот V-образная траектория. При этом, наш подопытный почему-то уже одну пружину сломал. Смотрите, чаще всего приземляется на какие-то конкретные пружины. Это тоже, наверное, с чем-то связано. Давайте немножко приостановим. Вот так вот. Да, монстры уже потихоньку тоже разваливаются. Ну, кстати, смотрите, по урону-то неплохо получилось. На шпагат сел. Ну, что, кто-нибудь из монстров свалит его на пружинку-то? Нет? 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 Ну, ладно. 13 тысяч, в принципе, это, конечно, мало-мало. Будем откровенны. Но зато выглядит прикольно. Всё мигает, всё крутится. Поехали дальше. Дальше задание от FelixGame. Задание Potimaker. Использую мины, диско-шар, лазеры, лучи смерти, пружины, заморозка, пушка. Удачи. Что-то подобное мы уже делали. Кстати, задание Potimaker. Ну, в смысле, название Potimaker уже точно было. Поэтому будет Potimaker 2. Давайте тогда я сейчас всё расставлю и уже вернусь к вам с готовым, наверное, заданием, да? Всё, ждите. Ну что, ребят, выглядит это примерно так. Мне, кстати, понравилось соединение морозных пушек с минами. Прикольно они так вот расставлены, как мне кажется. Ну что, в принципе, я думаю, что мы готовы. Поэтому можно уже разгоняться и погнали посмотрим, что же произойдёт дальше. Поехали. Да, да, сразу же просто миллион лазерных лучей. Это выглядит очень круто. И мины тоже наносят реальный урон. Но, в принципе, я думаю, что тут основной урон именно за счёт мины ледяных пушек. Главное, чтобы у нас подопытный опять не провалился в текстуры. Как в прошлый раз, когда мы сломали игру этим самым. Так, уже 40 тысяч есть, ребята. Это у нас, так скажем, железная цифра, когда показывают на то, что задание удалось. Смотрите, уже 42. Ну, как бы за счёт мины морозных пушек. Это, конечно, странно было бы, если бы это не получилось. Но, тем не менее. Тем не менее, лучи смерти делают тоже свою работу. И у нас подопытный уже без головы. Жесть. Ну и жесть. Так, не понял. Смотрите, он же на пружине лежит. Почему он не отскочил? Опять сломали игру, что ли? Ну ладно, давайте перейдём к следующему заданию в любом случае. И задание у нас следующее идёт от Кота Барбоса. Чёрная дыра. В центре чёрная дыра. Четыре ледяных пушки и нулевая гравитация. И пружина. Собрал целых 91 лайк. Это, в принципе, задание довольно-таки простое. Давайте же сделаем его. Я думаю, что я его сделаю даже онлайн. Потому что она довольно-таки лёгкая. Так, почистим всё, что нам не нужно. Центр тоже. Так, в центре, значит, чёрную дыру у нас просили поставить. Давайте это же и сделаем. Ребят, если у вас есть... Вот прямо сейчас в голове появилась какая-то... Какая-то идея, задание в Копирум. Обязательно озвучивайте её. Обязательно сообщите об этом мне в комментариях. Если вы набираете лайки на своём задании, обязательно я его исполню. Лично. Лично в видео вас покажу. Так, а тем временем давайте мы ставим 4 пушечки. Значит, это готово. Нулевая гравитация нужна ещё и пружина. Ну, мне кажется, тут будет очень мало урона. Не знаю, почему вы так высоко оценили именно это задание. Ну, давайте сделаем. Нулевые гравитации тоже ставим. Тут просто, знаете, не из чего урон-то получается. Ледяные пушки закончатся и чёрная дыра закончится. А дальше что? Ну, ладно. Поехали. Поехали. Очень быстро это всё произойдёт. Всё, ледяные пушки уже закончены. Да, он будет летать, но... Как бы... Сколько здесь будет? Ну, тысяч пять в лучшем случае. Странно. Странное задание. Будем откровенны, ребят. Всё. Всё. Вот и закончилось, в принципе. Ну, что ж. По крайней мере, оно собрало лайки. Вы выбрали его, поэтому я бы вам его показал. Переходим к следующему. FoxyNet. Задание «Холодная чёрная дыра». На потолке огнемёты и диско-шар. На полу пружины, на левой стене кислотные пушки, на правой стене гранатомёта. В середине ледяные пушки и чёрные дыры. В оставшемся месте размещены мины. Плюс лучи смерти по желанию. Вот это хорошее задание. Набрало 76 лайков. Я его выполняю. И давайте тоже вам покажу это всё. Итак, на потолке будет огнемёты и диско-шар. Диско-шар сразу ставим по центру и ставим огнемёты. Очень хороший, кстати, способ. Мне нравится, когда всё расписано, куда что ставить. То есть мне не приходится придумывать, как лучше расставить. Хотя в этом тоже, конечно, есть творческая фишечка. Это тоже прикольно. Но так вы лучше доносите, что вы хотите увидеть. И я это, конечно же, выполняю, чтобы вам было интереснее. Так, огнемёты есть. Дальше. На полу пружины уже стоят. На левой стене кислотные пушки. Давай поставим. Где они у нас здесь? Вот они. Поехали, поставим кислотные пушки. Кстати, кислотные пушки довольно неплохой вариант, потому что они наносят растянутый урон, как, впрочем, и огнемёты. Мне кажется, что по урону здесь будет довольно-таки неплохо. На правой стене гранатомёты они у нас вот здесь. Поехали. Вот это, не знаю, странный выбор, потому что... А, ещё лучше смерти был по желанию. Давайте один поставим. Странный выбор, потому что гранатомёты наносят не такой уж большой урон, откровенно говоря. Так, ставим ещё один, может быть, два даже. Два. И что там? Правая стена поставили. В середине ледяные пушки чёрные дыры. Давайте поставим, значит, чёрные дыры. Именно во множественном числе они были указаны, поэтому поставим, ну, штучки четыре хотя бы, я думаю. Может даже, если влезет. Нет, не влезет. Ну, ладно, четыре, я думаю, нормально. И ледяные пушки, само собой. Для хорошего урона ледяные пушки просто необходимы, ребят, потому что они наносят реально колоссальный урон. Так. Смотрите, как у нас всё-таки действительно отличаются видео на канале. Где-то мы играем в котика, ловим рыбку, а где-то мы просто в щепки разносим нашего подопытного. Но вы не бойтесь, это не человек, это клон специально созданный, поэтому ничего страшного. Ему даже не больно. Ставим мины. Также, также ставим мины. Можно даже как-нибудь вот так вот попробовать. Мне правда нравится вот так вот между ледяными пушками мины ставить, потому что это выглядит реально красиво. Так. Вроде бы потихонечку, потихонечку. Сейчас мы быстренько всё расставим, не будем особо париться. А вот так, вот так, вот так. И, кстати, я действительно жду обновления хэперума. Его уже довольно давно обещали, я его всё ещё не вижу. А хотелось бы, хотелось бы увидеть уже наконец-то. Вроде бы всё, вроде бы всё. Давайте, наверное, приступим тогда, посмотрим, на что же способна холодная чёрная дыра. Погнали. Вот это задание уже поинтереснее. Да. Пять тысяч за первые три секунды, это уже показатель. Десять тысяч за первые десять секунд, это тоже хороший показатель. Смотрите, смотрите. Прям действительно, и вот этот звук от кислотных пушек. Слышали вот это? Пшка-пшка-пшка-пшка-пшка. Это тоже приятненько было. Люблю, когда всё и красиво, и мощно, и хороший урон наносится. Тридцаточку мы уже почти набили, ребята. Это значит, что мы близко к сороковушке. А это железная цифра, железная цифра. Это уже будет второе задание за сегодня, которое его достигнет. Хотя, смотрите. Неужели не получится? Тридцать две тысячи. Ну-ка, делайте ставки, ребят, делайте ставки. Как считаете, до сорока добьётся или нет? Ну, блин, у меня уже есть сомнения на этот счёт. Конечно, чёрные дыры нанесут свой урон. Но мин уже особо нет. Тридцать пять. Давайте ускорим чуть-чуть, чтобы побыстрее это всё было. Ну, не знаю, ребят, не знаю. А, луч смерти ещё. Ну, ты что делаешь, дружище? Ну, куда ты? Тридцать девять с половиной. Тридцать девять. Что там? Этот луч не задамажит его, да? Ладно, давайте переиграем. Я на скорости поставлю. Вот так. Потому что луч смерти опять нам игру сломал. Таким образом, мы сейчас просто быстро заценим, что сорок тысяч нанесено. Это самое главное. И мы можем продолжать дальше. У нас ещё есть задание, которое я хочу вам сегодня показать. Так. Тридцаточка есть. Хорошо. Главное, чтобы это всё по-быстрому сейчас произошло. Луч смерти не забаговал, потому что сами видите, что иногда происходит. Какая жесть вообще. Так. Тридцать шесть. Смотрите. И пружина почему... Что такое? Что с игрой вообще происходит? Не понимаю. Ребят, ну, я думаю, что мы можем заочно поставить этому заданию. Пройдено. Так, я тебе такую табличечку печать. Сорок тысяч, потому что, ну, было тридцать девять с половиной, и тут, ну, как-то не складывается у этого задания. Ну, да ничего. Давайте перейдём к следующему от Даниила Атео. Задание будущее, которое набрало сто пятьдесят шесть лайков рекордных. В свободном порядке ставь ледяные кислотные пушки, огнемёты, большие и маленькие лазеры, пушки смерти, гранатомёты, гравипушки, порталы, чёрные дыры, нулевые гравитации, диско-шар. Ну и как же без пружин? Ребят, это задание я, наверное, выполню как бы за записью. А вы уже посмотрите на результат. Договорились? Скоро вернусь. Могу сказать, что меня удивляет только одно. Почему в этом задании нет мин? Потому что почти всё остальное в этом задании есть. Просто тут супер много всего, и давайте уже посмотрим. Я постарался расставить это красивенько, чтобы и урон был хороший, потому что гравипушки, например, с плазменными пушками должны сочетаться. Но сейчас посмотрим, насколько это всё получилось. Погнали. Ну что ж, смотрите, кстати, урон-то, ну, медленнее наносится, чем в прошлый раз. В прошлом задании десяточка нанеслась быстрее. Но, тем не менее, всё равно, всё равно видно стабильность, потому что главное, что... Я не понимаю, что происходит с пружинами, ребят, но это уже вообще не серьёзно. Ну-ка, вот почему? Почему это так? Поехали. Давайте нормально уже, вы меня не разочаровывайте. Хэппи рум. Ребят, ну, надеюсь, что... Видите, все остальные пружины вроде бы работают, а некоторые... Вот, вот эти вот не работают. А вот это работает. Давайте сейчас эти тоже заменю. Не знаю, может, бракованные какие-то пружины попались. Нужно вернуть их будет по гарантии. Ну, в принципе, что я и сделал, получил за них деньги. Поехали. Повторим сейчас. Так, а это вот работает? Вот эти вроде бы... Да, вот, вижу, что эти работают. А вот это вот вроде бы нет. Да, это не работает, блин. Странно. Видимо, реально бракованная партия попалась. Что тут скажешь? Поехали. Поехали. 25 тысяч уже есть. В принципе, черные дыры наносят свой урон. Плазменные пушки еще две штучки есть. Потому что они тоже наносят огромнейший урон. Так, луч смерти пошел в свой ход. Так, второй луч смерти. И бракованная пружина. Ну что ж, что я могу сказать? А, смотрите, смотрите. Вот это было неплохо. Вот, все, поехало. Я уже думал, может, перезапускать или уже перейти к другому заданию. Но вроде бы нормально. Вроде бы все хорошо. Теперь, не знаю, вот здесь он сможет. Все, уже никуда не денется. 33 тысячи. Ну, в принципе, до 40 не дотянули. Но все равно задание красочное, прикольное. Я думаю, что нормально. Ну что, ребят. Я думаю, что будем заканчивать на этой прекрасной ноте. Мне кажется, мы сегодня неплохо помучили нашего подопытного. Давайте посмотрим на его лицо. Угрюмое. Да, блин, видняга. Ровно 10. 10 подопытных мы потратили. Ребят, надеюсь, что вам понравилось. Надеюсь, что вы получили удовольствие от этого видео. Если это так, обязательно поддержите лайком. Когда Хэппи Рум набирает 1000 лайков в следующую среду при наличии интересных заданий, я, естественно, выпускаю новую часть. Также, если у вас есть какие-то рекомендации, предложения, советы, а также задания, самое главное, пишите их в комментариях под этим роликом. Я обязательно все прочитаю и выполню самое интересное. Также, если вы не подписаны на канал, обязательно подписывайтесь, мои дорогие друзья. Буду очень рад вас видеть и увидимся уже, наверное, в следующем ролике. Всех обнимаю и до скорой встречи, ребята. С вами был Ченаска. Пока-пока.